Вот это ты. Как в жизни, так и на сцене народная артистка России Раиса Рязанова активна и энергична. Как и для любого творческого человека, связавшего свою судьбу с театром и кинематографом, сцена для нее – это вторая жизнь. Раиса Ивановна поделилась с нашей съемочной группой секретами своей востребованности и успеха. Когда молодежь говорит «приехала покорять Москву», я думаю, мил моя, Гитлер не покорил, Наполеон не покорил. Кто ты такая? Ты приехала покорять Москву. Она что, должна пасть ниц и быть счастлива, что ты, что ты, кто ты такая? Чем покорять? Мы приезжали учиться в Москве, у Москвы, чтобы потом поехать и статус москвича, во всяком случае учившегося в московском вузе, нести вот туда, куда тебя направят. Для Раиса Рязановой есть свое определение слову «карьера». Для нее это удачное замужество, рождение и воспитание детей, ведь состояться как женщина – главная миссия представительниц слабого пола. Именно этой темой и проникнут спектакль «Незамужняя женщина», где Рязанова сыграла маму 40-летней дочери. По сценарию обе собрались выходить замуж. Младшая, потому что уже пора, старшая, потому что решила бороться с эгоизмом своей дочери. Вокруг взаимоотношений двух пар и закручена постановка. Проблема отцов и детей – проблема извечная, возникающая перед людьми разных поколений. Что касается личной жизни, то если вот есть сын, внук, ну и понятно, его мама, то это и есть моя личная жизнь. Что касается семьи, это и есть моя семья. Живем мы отдельно, поэтому живем дружно. Для того, чтобы состояться личностно, нужно работать всю жизнь, постоянно ставить перед собой цели и добиваться их. Дарить часть себя, часть своего творчества зрителю – большой, неизмеримый труд. Но, по мнению актрисы, нет больше благодарности от зрителя, чем его счастливые глаза и лучезарная улыбка. Когда зритель благодарный подходит и говорит моего возраста однажды, говорит, Раиса Ивановна, миленькая, спасибо большое. Я говорю, за что? Она говорит, я знаю, как мне дальше жить. Вот она, посмотрев этот спектакль, вот я говорю, ну и слава богу, ну и слава богу. А когда зритель дарит цветы и вместе с цветами просто, просто вот хоть дотронуться, хоть дотронуться. Мы вас так любим, мы вас так любим. Что я могу, как я могу реагировать? Только благодарности, только встаю на колени и кланяюсь, и благодарна бесконечно. Оживленный зал общественно-культурного центра, где и проходило представление, встречал русских талантов бурными эмоциями и аплодисментами. Актеры представили на суд брестскому зрителю искрометную лирическую комедию, в которой рассказана история из жизни двух современных женщин. Подарить брестским театралам положительные эмоции и прекрасное настроение приехали российские актеры театра и кино Анатолий Кощеев, Анжелика Вольска и Дмитрий Журавлев. Я пришла с приятельницей, мы ожидаем фурора, потому что мы любим эту актрису, артистку. Вспоминаем ее последние работы, даже ранние работы. Нам очень нравится. Мы, как всегда, ожидаем хороших впечатлений. Театр столичный, актриса очень известная, Раиса Рязанова. Поэтому, конечно, мы ждем замечательных впечатлений. И, как правило, на спектаклях в этом зале всегда бывает такая атмосфера замечательная, потому что зал соскучился по впечатлениям, и вот он жаждет получить их от сегодняшнего вечера. Мы каждую белую вежу, каждый сезон посещаем обязательно. Ну, как минимум два спектакля. И, думаю, этот принесет только положительные эмоции. Брест, в общем-то, я думаю, интересуется такими спектаклями, культурными мероприятиями. Это очень важно для нас. Духовная пища.